Что это за женщина странная такая? Это я. Мне даже одна подписчица написала, причем у нее, знаете, имя было такое, на арабском написано, да, арабской вязью. Она мне написала, не зря придумали хиджаб по поводу песочной бури, да, типа хиджаб спасает от песочной бури. Вы знаете, хиджаб это то, что закрывает волос, то, что закрывает лицо, да, остаются одни глаза, это не каб, но надо же высказаться, да. Вот, а хиджаб это аккурат закрыть волосы, чтобы не... А у меня, как видите, волосы открыты. И вот только так сейчас, но уже становится получше. Как-то есть просвет, и уже не так у меня вчера, просто это была катастрофа. У меня лилось из носа, у меня слезились глаза, что только не происходило. Это была просто вещь, которая... Я даже не знаю, как это объяснить, что это было. Это какой-то катарсис случился, рухнуло все. Я не могла понять, что вообще происходит. Смотрите, мужик что-то там несет. А сейчас вроде бы, ну-ка... Ах, нет! Еще нет! Но уже есть надежда, есть как бы чувство такое, что начинает быть ветер слегка, и он разносит этот песок, потому что вчера все стояло в воздухе. Просто стояло вот этим вот стеной этого песка, и он был еще такой тяжелый. Песик, он здесь все время сидит. Здесь у него хозяин художник, там рисует, а песик здесь все время караулит. Вот, и эта влажная стена песка, просто это было страшно. Я даже не предполагала, что у меня такая реакция может быть на песочную вот эту бурю. И, да, я знаю очень много других людей, которые астматики, аллергии, им было нормально, а меня в этот раз просто прихватило дико. Вот. Кому интересно видео про пыльную бурю, да, я вам оставлю ссылку где-то, посмотрите. Начала сейчас свое бывшее, любимое кафе. Смотрите, тут поменялся хозяин. Да, и просто, ну, как обычно, знаете, люди же не знают вроде как раньше было. Они думают, что они все знают, они умные, получается ерунда. И больше я здесь ничего не ем, только пью кофе, и то вот сейчас уже подозреваю, что кофе скоро перестану пить. Потому что как-то не то кофе становится. И в прошлый раз, да, когда с прошлыми хозяевами они подбирали работников и на бар, и на кухню, которые... Которые, знаете, хоть как-то понимают, что они делают, да? То есть, когда у тебя еда такая на грани, она простая, но за счет того, что она очень качественная, она вкусная. Когда ты переходишь эту грань, начинаешь делать ее простую, еще, ну, не то, что некачественную, да, а не давать так много, не придавать значения деталям, то она начинает быть просто неинтересной, да? Это как обычный салат. Он ничего интересного, но если его хорошо заправить, сделать это все приятно и интересно, положить рядом молитки или что-то, это будет классно. Вот, а теперь здесь стало все просто и неинтересно, и последний раз я салат, который брала, я его сдала, потому что он был невкусный. Невкусный, свежий, но невкусный. Купила себе... О, кстати, воздух, знаете, стал полегче. Сейчас была здесь, покупала себе Сабих. И продавец, вот молодой мужик, все классно, да, но он нытик, он ноет, что у нас в стране надо много работать. Знаете, у человека свой бизнес, да, он хорошо работает. И он, блин, ноет. Он ноет, что надо много работать. И я вот терпеть не могу людей, которые работают, у них все идет классно, и они ноют, что у них много работы. Мне уж хотелось развернуться и сказать, знаешь, что, мужик, ну, чтобы тебя не стеснять, я, наверное, пойду, что я эти деньги буду приносить, да? Тебе много работы, я посижу дома. В общем, вот. Еще он спел песню на эту же тему. Ну, нет, не на эту же тему, а на тему тяжелой жизни на этой планете. Перепетую песню Beatles, Imagine, так там, типа, представьте, мир без Даш, без Джад Ислами, без Хизбалы. И я задумалась, что когда Beatles, когда вот эта песня Джона Лена вышла, боже мой, тогда не было ни Даш, ни Джад Ислами, не было ничего этого. и она была тогда уже актуальной, и тогда людям было тяжело жить, и как бы, да, хотелось, чтобы был такой peace forever, чтобы все жили в мире, и все было классно. Прошло много-много лет, все ухудшилось, и как-то мы все равно живем и счастливы. Поэтому вот я против того, чтобы все время сидеть, и ныть о том, какой мир плохой, потому что есть и хорошие стороны. А плохих и нехороших всегда было много, и всегда что-то было не совсем так, как нам бы хотелось. Вот так. Так вот этот мужик, он мне говорит, как у нас вообще разговор зашел про работу, он говорит, так где твой муж? Я говорю, мой муж сейчас на работе. И вот он начал, вот, бедные мужчины, они должны все время работать. Причем человек сам работает, зарабатывает деньги на свою семью, и все. Я говорю, да нет, ты знаешь, типа, ну, мужчины всегда работали, кормили свою семью. И я стою, думаю, что такое, я еще распинаюсь и говорю, что вообще женщина может тоже что-то делать в жизни, а не только детей рожать, тоже там карьера, работа, когда мужик стоит, в своем бизнесе работает, ноет, что у него много работы. Что я хочу еще от женщин, да, которые хочешь, не хочешь, если ты хочешь детей, то ты должна его родить, воспитывать, что-то там делать. Это уже дофига. А я еще говорю, вот работа, когда мужики стоят, ноют, что это, бедные мужчины, они, блин, должны работать. Мне так стало противно, я прям не знаю, еда у него вкусная, но как-то меня от него отворотило просто резко. Просто вот так вот стало. Не знаю. Как говорит мне муж, ты со своими высокими моральными принципами, вот так, я с ним, даже поесть, не у кого будет купить с моими принципами. Я в Динго в центре. История, знаете, такая очень интересная. Мама моя завтра улетает в Париж, классно маме, и она на днях видела в Заре желтые брюки, все сомневалась, брать, не брать, но вот что-то прям ее, и они так понравились, и я думаю, до того, как я ее провожу завтра, я ей подарю эти брюки. Думаю, будет очень приятно. Сейчас приехала, пока у меня тут часок есть свободный, быстренько хватану и побегу дальше. Надеюсь, я вообще их распознаю, потому что я так, я желтый цвет не очень люблю, несмотря на полточек, как-то так на них краем глаза глянула, думаю, в общем, надеюсь, что я их распознаю, и, да, думаю, маме будет очень приятно. Вот они, которые мама хотела, брюки. Ну, такие, с хлопком. Люди реально покупают кожаные куртки, вот у девушки кожаная куртка, и там у женщины в очереди кожаная куртка. Прям реально люди их разбирают. И, кстати, чихают все. Я посмотрю, у нас здесь гольф, ну, вообще, все гольф, Гольф МКО, они так обновились, сделали новый, типа, витрины, новый магазин, все перестроили, но вот реально, знаете, они привлекают блогеров к рекламе своей сети, и все, но у них стремная одежда. У них есть там кое-что такое бейсик, из бейсика прикупить, оно дорогое, и, как бы, оно не в тренде, не для того, чтобы обращаться к публике, как я, да, которые что-то там, как-то, они не могут с зарой конкурировать. Зачем обращаться к публике, которая, как бы, совсем-то не может дотянуть, это надо иметь к дизайнерам, надо иметь что-то, чтобы вытягивать обращаются к публике, как я, а одежка, как бы, у них для моей бабушки. И я, что-то, не понимаю, что это. Вот, ну, надеюсь, может, они из меня, так же, как Хонигум, она еще была такая сеть, она сейчас есть Хонигум, а они, как-то, не корячатся, у них как-то все старуше, чем у Хонигума. Давайте глянемся, так, одним глазом, в витрину Гольфа, ну, ничего, платьишко, вот такое, 250 шекелей, верх, правда, совсем голый, прозрачный у него. Ну, ладно, что тут у нас? Курточка, а-ля подкозу, 400 шекелей, свекольная. Дорого, ну, ничего как-то. Мужик. И вот здесь они, прям, как Кастро, сделали у себя здесь, вот, экран. Ну, и тут, вот, как у них всегда была классика жанра, такое, типа, офисный работник. Не знаю, все-таки смущают они меня своим стилем. Смотрите, какой мужичок с коляской, зеленый. В траве сидел кузнечик. Люблю креативных людей, которые, которые просто классные, прикольные. Вечерний автобус. Хотя не такой, но вечерний. 7 часов. Здесь место для слепого с собакой по лодырю. Ну, это самое черное коленое. Конечно, ничего нет, я понимаю. с собакой по лодырю. Я сейчас в автобусе, думаю, про вчерашнюю встречу случайную с подписчицей. Знаете, в чем еще абсурд? что это был не Тель-Авив, это не было как бы туристическое место, это был пригород. И такой пригород, что туда особо даже никто не ездит. Это арома, не какое-то место знаковое, или что-то такое. И она приехала сюда, как она мне написала, я в Инстаграме даже повесила этот пост, скопировала и повесила. Она приехала сюда на пару дней и пошла встречаться с подругой. И тут я. Вот такие вот встречи, вот как я встретила одного подписчика в Иерусалиме на смотровой площадке. Ну ладно, Иерусалим, смотровая площадка, ладно. Вот такое вот стечение обстоятельств меня просто поражает. Как интересно. Кто-то это обозначает как что-то такое, что мистическое. Нет, я считаю, что это стечение обстоятельств, которое бывает в жизни. Ну просто как интересно все складывается. А иногда и не складывается. А сколько раз в жизни я иногда думаю, мы могли ходить мимо друг друга, там, я не знаю, я недавно обнаружила, что вот с моим мужем, мы много лет ходили под ним и тем же местам и никогда не пересекались. Тоже случайно в течение обстоятельств повернулись в другую сторону и встретились. Не повернулись, не встретились. Вот. Сейчас еду встречаться, ну просто так, кофейку хлебнуть с двумя своими подписчиками. Мы так уже задружили давненько. Они живут прямо рядом со мной. Год как репатрировались, вот буквально на днях они отмечали год репатриации в Израиль. И мы вот так периодически пересекаемся. И мы, знаете, тоже договаривались очень долго о том, чтобы как-то встретиться, познакомиться, там что-то. И встретились, опять же, случайно в районе. Просто вот шли и случайно встретились. И вот все-таки Израиль очень маленькая страна. И это, да, очень приятно. Мне как получать вот эту обратную связь. Как я вчера и говорила вот в том видео про Бурю, про вот эту встречу, что когда я читаю комментарий, я иногда не отвечаю, потому что нечего добавить. Когда человек мне что-то пишет, как в продолжение, да, моей мысли. Я иногда не отвечаю, просто перепишу спасибо или ставлю лайв, чтобы дать человеку обратную связь, что я прочитала и, как же, да, спасибо за реакцию. Поэтому для меня это очень важно увидеть и читать, и понимать, что идет какое-то общение, да, я думаю, для многих блогеров это важно. Не знаю. Понимать, что по ту сторону экрана сидят живые люди, которым интересно то, что ты делаешь, которым это нравится, да, они готовы уделить там 15-20 минут в день, чтобы провести их с тобой. это приятно. Так что всем огромное спасибо за внимание. Видите, люди заходят, и водитель в это же время всех обелечивает. Это не видно, но ладно. Смысл все поняли. И так потихонечку он стоит на остановке, ждет, пока все зайдут и всех обречивают. Кто-то сам проводит билет, кому надо там зарядить проездной или что-то такое, положит у него деньги, да, или или что-то другое сделать, просто билет купить, не у всех же признает. Кто это делает водитель, у него там касса стоит. Была у меня какая-то мысль с вами поделиться, мысль пропала. А, да, вспомнила, сейчас смотрела видео Маши о нашем, о главном, что она переехала в Силиконовую долину и снимала там на палке тоже видео такое вот, влоговое, как я постоянно, она говорит, ой, все смотрят и вообще, и я задумалась, блин, если в Силиконовой долине людей шокирует, как бы, место, которое породило практически YouTube, он там должны вообще все настолько забить на то, что тут ходит с телефона и что-то снимает, и у меня смотрят, какие кошаки. Меня это так, короче, удивило, думаю, вот это мы в Тель-Авиве подвинутые и мне пофигу, видимо, сейчас сидел в автобусе снимала, девушка рядом со мной села, даже не заглянула, что я там делаю, как-то ей это все равно было. Я вот задумалась, вот ты, а там мы Тель-Авиве прямо отжигаем, молодцы мы, ребята, я сейчас уду в сети назад, слушайте, за два часа столько всего и видео поснимала, изгоняла, вот в Зару маме купила. Вот так это называется, когда у вас появляются дети, вы начинаете использовать свое свободное время максимально эффективно. Вы умудряетесь за два часа делать то, что раньше вы делали за день, а за день сделать столько, сколько вы раньше делали за месяц, блин, и поработать, и туда, и сюда, и вообще, пять минут свободно и классно, это же можно сделать 250 миллионов вещей. Так что темп в жизни меняется, поэтому мне часто говорят, как ты худеешь, как ты не толстеешь, ребята, с ребенком, елки, как потолстеешь, куда потолстеешь, столько активности. Я столько еды не могу съесть, чтобы набрать этот вес. Раньше там встал, пока за ухом почесал, вот уже полдня прошло пощадлением. Так, идемте искать. Вон они, а вот и я, а я даже не предупредила, что я снимаю такая наглая, совсем уже оборзевшая тетка, заходит такая прямо с камерой. Привет! Приятного аппетита! Кушайте!